Два часа дня в Одессе. Ближайшие 10 минут говорим о главных событиях к этому часу. В прямом эфире новости я, Игорь Буренко. Здравствуйте. Два взрыва прогремели в Одессе этой ночью. Первый на улице Старопортофранковской, второй на Адмиральском проспекте. Целью подрывников на этот раз стали рекламные щиты с патриотической рекламой. Жертв и пострадавших нет. Первое взрывное устройство сработало около двух часов ночи на углу Большой Арнаутской и Старопортофранковской. Бомбу прикрепили к рекламному щиту с лозунгом «Крым – это Украина». Взрывная волна повредила сам билборд и соседний киоск. В 2.10 ночи я услышал взрыв. Проснулся, сунулся в фейсбук, ничего нигде. И где-то пробежала информация, что рядом. Я собрался, он пришел, посмотрел, что у нас происходит. Моя помощь какая-то, может, еще ничего. Он громохнул серьезно. Окна задрожали. Через пять минут рвануло уже на Адмиральском проспекте. Бомбу точно так же закрепили на билборде. Этот рекламный щит призывал к борьбе с бытовым сепаратизмом. Оба взрыва обошлись без пострадавших. Милиция считает, подрывники использовали небольшие заряды по 200 граммов в тротиновом эквиваленте. Квалификация, часть 2, статьи 194. Это умышленное повреждение имущества, что карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. Очередные взрывы совпали с празднованием Дня России. В патриотичном сегменте одесской благосферы уже уверены, это не совпадение. Константин Гак, Алексей Филиппов, Александр Полоев, 7 канал. Объединить лиман Сосык с Черным морем. Группа экологов хочет вернуть к жизни самый крупный морской лиман Северного Причерноморья. Сегодня водоем загрязнен, рыба вымирает, а местные жители страдают от онкозаболеваний. Бывший грязелечебный курорт переживает экологическую катастрофу. На лимане побывала Ольга Голодова. У лимана Сосык красивая природа и живописные пейзажи. Местные жители веками ловили в этих местах рыбу и пользовались огромными рекреационными ресурсами. Черноземы давали им богатые урожаи. Казалось бы, идеальное место для жизни. Но все это в прошлом. Сосык – самый большой морской лиман на южно-западном побережье Черного моря. 37 лет назад он был отделен от моря 14-километровой дамбой. В результате реализации проекта «Века Дунай-Днестр-Днепр». С тех пор в лимане начались необратимые природные процессы. Вмешательство человека в природу обернулось для Сосыка экологической катастрофой. В результате отдамбывания, особенно верхняя часть Сосыка, тут были постоянные явища, которые сопроводились с заморными процессами. Гинула рыба, гинули птахи. Неможливо было. Все это сопроводилось даже выделением токсичного, вонючего запаха. Дамбу построили при Советском Союзе. Таким образом хотели возродить местные черноземы. В 1994 году окончательно запретили использовать сосыкскую воду для местных земель. Она оказалась слишком соленой для чернозема. И сосык решили закрыть от моря. Но стало только хуже. Загрязненная вода из лимана убивала живность. Из 54 видов рыб в сосыке осталось около 10. И те с глистами. А потом начался пиар чиновников на проблеме лимана. Когда строили, отмыли примерно 300-400 миллионов. Первый этап не удался. Засолили земли 30 тысяч гектар. Второй этап – начали строить обводной канал. И там еще потратили 200-300 миллионов. В итоге оказалось, что засолили 60 тысяч гектар земель. Местные жители боятся не только купаться в лимане, но и пить воду из колодцев. Прилегающих к водоему селах люди умирают целыми семьями от онкозаболеваний. Воду пить с лимана – это категорически запрещено. А почему? Потому что она экологически нечистая. А какую воду вы пьете? Мы пьем, как бы сказать, скважину. Что-то постреляем. Сосик вымирает потихоньку. И рыбы нет, и это сейчас ветер. Так, вонь такая. Лет 40 назад на лимане отдыхали туристы со всего Одесского региона. Люди приезжали сюда за лечебными грязями. Сегодня в Сосик окунаются единицы. Ведь отдых такой совсем небезопасен. И это еще не все. Здесь есть захоронение первой половины 18 века. Вернее, были. Это кладбище в селе Глубокое. Оно расположено у самого лимана и более 150 метров берега. Уже сползло в Сосик. Вместе с человеческими останками и могилами. Постойные сувы и эти могилы, оно все поступово. То раньше потрапляло в Сосик. А так, как сделали эту шпору, отдомбовали частину, то фактически оно все сунется, оно все падает под ноги. И фактически по останках давно померлих людей тут ходят. И, ну, тварины могут растягивать эти кистки. Проблема самого крупного морского лимана Северного Причерноморья – это боль местного населения и экологов. Ученые уже разработали программу по его спасению. Все, что надо, говорят, уничтожить дамбу. А природа сама все восстановит. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Стать моряком. Факультет военно-морских сил Одесской национальной морской академии объявляет набор абитуриентов на бюджетную форму обучения. Для бывшей академии имени Нахимова, которая переехала из Севастополя после аннексии Крыма, госзаказ составляет 105 бюджетных мест. Будущих курсантов набирают на дневную форму обучения. У нас чудовая база. Наша база – это Одесская национальная морская академия. У нас есть спортзалы, басейны, різного вида тренажера, где проходят практику и служат особого склада. Хочу попросить всех, и батьков, и абитуриентов, которые в этом году желают стать моряками, або войсками, и обратить внимание на наш факультет. В курсанты будут принимать граждан Украины в возрасте от 17 до 22 лет. До 1 июля все желающие могут нести необходимые документы. С собой просят брать сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе, математике и иностранному языку. Туристы возвращаются в Одессу. Такое мнение высказал директор Центра туризма Южная Лига Фазиль Аскеров. Об этом говорит анализ заполнения и бронирования отелей. Цены в одесских гостиницах, по его словам, поднялись по отношению прошлогодним на 20-40%. Причем в бюджетном сегменте повышение минимальное. Стоимость двухместного номера около 350 гривен. Правда, гости из-за границы до сих пор едут хуже, чем в прошлые годы. Спасает ситуацию внутренний туризм. Увеличить количество отдыхающих в Одессе украинцев предлагают за счет новых направлений. У нас мало поездов с западной Украины в Одессу. У нас нет ежедневного поезда, который соединял бы Днепропетровск. Это регион с тремя миллионами населения, с Одессой. Чтобы он был каждый день, его нет. Это нонсенс. Далее может быть принцип открытого неба. Позволит привлечь в Одесский аэропорт большее количество лоукостов. Билеты на самолеты подешевеют на перелеты в Одессу. Это просто решение проблемы аэропорта может увеличить количество туристов в Одессу на 1-2 миллиона. Как и в прошлом году, туристический бизнес делает ставку на многочисленные культурные мероприятия, которые пройдут этим летом в Одессе и области. В прошлом году Одесса приняла примерно около 700-800 тысяч туристов. В этом году туристов будет за сезон, по итогу года, думаю, выйдем на предыдущий уровень, там, 2011 года, 2010 года, на уровень 1,5 миллиона. В два раза больше туристов будет точно. И пока на этом все. Больше информации в 16.00. Хорошего вам дня. Оставайтесь седьмым.